Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 мая. И вот здесь я разговаривала, как раз рассказывала о любимом празднике, который вот сзади от меня. Но не могла я, конечно, обойти стороной и Вовы Путина. Сразу скажу, что у Вовочки сегодня день не задался, неудачный. При посынковании я проявила неоправданную жестокость, нечаянно обрезала первую кисть, самую-самую первую. С такими красивыми плодами. Мне так жалко. Я хотела обрезать вот этот вот листик. Вот видите, старый нижний лист. И случайно как-то черкнула вместе со всеми. Вот Вовочка. Такой был красавец. Я так на него надеялась. Теперь я в начале каждого видео о томате Вовы Путин буду делать вступление. Что это томат любительской селекции челябинца Николая Александрова. И что назвал не в честь президента, а в честь его друга детства. Потому что такие неадекватные люди. Вы представьте, один человек написал в комментарии, что вот у вас томаты в честь Вовы Путина. Пусть он сдохнет. Отписываюсь. Но я считаю, что это вообще клиника полнейшая. Даже если бы он был назван в честь президента. Ну разве можно так писать? Я вообще к нему, к президенту отношусь нейтрально. Он мне не мешает. Я ему не мешаю. И сдохнуть никому не желаю. И вот теперь мне придется в начале каждого видео говорить, что это не в честь президента названо, а в честь друга детства селекционера. Кто не знаком с этим сортом, сейчас я быстро-быстро пройдусь по его характеристикам. Чтобы вы хотя бы представляли. Вот смотрите, он уже большой. У меня вырос. Уж туда. До небес. Вот-вот-вот-вот. Вовочка в этом году хороший удался. Сразу скажу, что в магазине семена эти вы не найдете, потому что это любительская селекция. Мне тоже прислали люди добрые на развод. В прошлом году выращивала первый раз. Мне очень понравился. Он меня вообще обаял своей формой, своей красотой. Вот какой-то такой. Ну сейчас я скажу два слова. Вот в 2002 году он был выведен. И он, это тоже считается как сорт новый, молодой. Тем более он не распространен. Но последние годы он получил большую популярность. И половина огородников, и опытных, и молодых, уже наслышаны о нем. Даже если кто-то не выращивал, все знают, что есть сорт Вова Путин. Все. Он среднеранний, он среднерослый. Он такой, как я уже сегодня упоминала, добарау. Он как добарау до самого конца не будет биться, вот до самой стены. Он сейчас вот до колышка чуть выше вырастет. Колышек метр двадцать. Он примерно полтора метра. И все в нем среднее. Вот сроки созревания средний, рост средний. Обязательно подвязка, обязательно посынкование. Потому что этот томат принадлежит к крупноплодным. Он примерно, ну указано от 250 до 450 грамм. Это зависит и от кисти. Вот нижние кисти, как всегда, у нас крупнее. Верхние у нас, как всегда, немножко помельче. Все это, конечно, вы понимаете, что можно вырастить и очень крупно, если постараться. А можно, если запустить его, будет мелкий. Это зависит все от хозяина. Будет он маленово-красный, такой вытянутой формы у меня. Но в интернете написано все-таки, что этот сорт еще так, как новый, нестабильный. Для того, чтобы устаканиться, как говорится, сорту нужно много-много лет. И встречаются среди Путиных и вытянутые, ну среди Вова Путина, конечно, и вытянутые, и вот такие. Мне больше всего нравится вот такая форма. Она как гусиное яйцо, вот форма как там от гусиное яйцо. Немножко как вытянутый такой, и такой какой-то, ну такой вот, загадочный. А тут вот, видите, он другой. Ну вот одна зрительница написала, что сам изобретатель говорит, что лучше всего брать семена на развод с томатов гребешком, что они более соответствуют сортовым характеристикам. Вот этот вот растет, как раз, видите, он гребешком. Так что, если вы выращиваете Вову Путина впервые, не удивляйтесь, что на одном кусте, так же как у розового меда, могут быть и плоскоокруглые, и вытянутые, и гребешком. Он еще в раздумьях, он мечется, какому ему быть? То ли гребешком, то ли вытянутому, такое бывает, все. Так, что еще про него сказать? А, про формирование, я же начала про формирование у Парона. Смотрите, в теплице я формирую так, и в прошлом году делала, и вот сейчас. Оставляю два ствола, так же, все так же, как я вам показывала. Вот основной ствол, видите, с кистью. Под ним лидирующий пасынок оставляю. И дальше веду строго в два ствола. С Вовой Путином нужно быть пожестче. Тоже его сильно не надо распускать. Если будет три или четыре ствола, он измельчает, он не покажет той красоты, того достоинства сорта, на что он способен. А вообще, вот в интернете написано, что для того, чтобы получить очень вкусные плоды, правильной формы, ну вот как такой, отборные, то лучше формировать его в один ствол. Ну, вы знаете, что я не очень послушный такой огородник, я не всегда делаю то, что написано, то, что рекомендовано. Мне вот удобнее в два ствола, я его формирую в два ствола. Вы можете с Вовой Путином делать всё, что вам угодно. Я думаю, что в один ствол он вообще получится прекрасный. Но мне вот всегда, когда вот этот вот лидирующий пасынок появляется, когда он здоровый, и когда на нём уже кисти, считаю, вот тоже почти оплодотворённые они, я иногда, конечно, дрогнет у меня рука, и я не удаляю. Поэтому у меня почти все индотерминанты получаются в два ствола, хотя изначально один веду. Я всегда говорю, что нужно проявлять, конечно, жестокость здесь. Иногда и жалко, и всё, надо резать прям нещадно. Вот Вову Путина я сильно не режу, два ствола и всё. Но дальше я ему распускаться не даю. Всё, вот это вот краткий обзор о формировании вот такого сорта, не очень ещё известного и нераспространённого. Он, наверное, не будет очень распространён, потому что он любительская селекция, его в магазинах нет, фирмы пока что никакие его не изготавливают. Вот так сарафанное радио с рук на руки, он так распространяется. Ну, Вовочка красив. В прошлом году я снимала о нём видео, мне он очень понравился. Я говорю, такой загадочный. Всё, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok